друзья приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками данном видео у меня начинается новая квартира квартира большая квадратов 150 на 200 если все вместе взять и что будет сделано на этой квартире то есть у меня здесь срок три месяца на этой квартире здесь был сделан ремонт четыре года назад но хозяйке не нравится то что очень был криво залит пол вот перепад например вот в кухне совмещенная с залом здесь где-то 70 квадратов по полу перепад три сантиметра то есть пол реально вот так вот ходит ну право это где выше где ниже здесь будет заливаться пол по всей квартире причем получается будет сниматься все будут сниматься все двери будут раздарбливаться убираться вот этот вот шкаф то есть он здесь будет вот так по прямой линии пойдет вот так вот прямо и выйдет вот на эту стенку то есть вот на этот угол вот это вот эта стенка все будет раздарбливаться это все двери убираться полностью от этого угла полностью тут будет пусто тут будет коридор потолки в коридоре будут сниматься также меняться сейчас тут тем черный потолок будет светлым ванны с туалетом я трогать не буду вот она ванна такая единственное очень плохой слив на душевой и ну то есть будем разбирать там смотреть что там за чего так все полностью все стены потолки будут где под покраску краситься пробка остается в этой комнате здесь будет так же шкаф разбираться пол заливаться пол будет везде наливной так как перепады везде ну вот в этих комнатах где-то скачут до двух сантиметров здесь будут обои где покраска где декоративка сейчас также покрашена потолки натяжные остаются меняется только единственное может это светильники вот эти вот все точки меняются потому что быстро горят рампочки мебель вся разбирается скрадируется потом заново собирается вот это окно в комнате меняется так как через него дует везде откосы подмазываются подкрашиваются в этой комнате также порт скрывается заливается заново раминат везде меняется так убирается вот этот вот один радиатор он не нужен кафель где балкон ну вот эти вот места тут еще теплый пол он везде скрывается меняется скорее всего будет бесшовный кафель и везде под ним теплый пол идет обои здесь остаются обои здесь остаются то есть надо будет очень аккуратно заливать двери будут сниматься везде так как придется все это заливать так как придется все это заливать и потом заново устанавливается то же самое также здесь потолки также везде точки меняются красятся натяжной вот здесь остается то есть натяжной только в коридоре меняется в этом помещении так но здесь это тоже разбирается просто перекрашивается светильники не помню меняется нет так здесь ванна ванна с душевой тут все остается так же то есть тут надо все будет закрывать так балконы на балконе везде линолеум меняется плинтуса снимается перекрашивается потолки подмазываются где надо перекрашивается так и в этой комнате у нас так здесь у нас подоконник по моему остается так а в зале так в зале меняются два подоконника вот этот подоконник и вот этот подоконник меняется и так же получается переодевываются откосы так же в зале кафель убирается на бесшовный и вот здесь вот кафель так же убирается на тут он вскрываться будет будет бесшовный кафель под ним так же теплый пол где рабочая зона рабочая зона у нас вот здесь будет то есть гарнитур все это снимается разбирается укладывается все это обертывается грубо говоря чтобы не запылилось и потом устанавливается все как было так и балкон тут то же самое на балконе убрать вот эту шоп вот этот вот потолки где полуграмм подмазать там видно вот тоже потолки везде перекрашивается стены перекрашиваются линолеум туса меняется так где телевизор вот здесь вот тут нужно сделать чтобы он был вровень скорее всего просто придется раздавливать саму нишу вот здесь вот место внутри и его как бы утапливать туда это вот все из гипсокартона сделано так вот сейчас завез завез я инструмент сейчас проведу вот эту вот съемку чтобы было понятно что я тут буду делать и после этого начну потихоньку все это разбирать снимать плинтуса снимать люстры снимать телевизор угла телевизора получается шкафы разбирать вот эти все то есть много работы объем большой вроде как бы больше косметики но так как буду работать ну один ну и еще там может один два человека буду так через раз помогать мне будут буду вам показывать как пойдет ремонт как будет все происходить кстати вот здесь вот так же красили поторок в зале и вот видно на просвет вот эти вот полосы это нужно как-то избегать ну вот такой вот объект коридор комната спальня также хозяйке еще не нравится что кафель вот в которой кухня что под него сильно попадает грязь приходится его постоянно отдраивать то есть вот в эти все рифленности попадает грязь и швы вот эти вот постоянно грязные вообще вот вообще что интересно сделан здесь ремонт и я так понял что сперва делали ванны с туалетами а нужно было по всей квартире сперва залить пол и оттуда поднимать ну уже кафель смотреть там в туалете в ванне клеить там на кухне и так далее здесь они получается сделали ванны с туалетом а потом видимо я не знаю почему но как то или они торопились или что я не в курсе но пол ужасно кривой то есть тут просто ламинат вот так вот ходит ну прямо видно визуально ходишь по ламинату туда сюда влобными ходят то есть вот из-за этого приходится переделывать скажем так хотя ремонт достаточно такой хороший сделан